здравствуйте друзья у нас комментарий на канале такой меня тронул я подумал надо поговорить на эту тему человек говорит вот михаил как у вас там красиво там небо голубое там зеленюшки вот а у нас все какое-то блеклое и там поля блеклые деревушки покосившиеся и в общем все такое я хочу сказать вот что я когда молодым помоложе был любился рюкзачком в компании в хорошей значит там потопать мы все все подмосковье и сходили я даже учился в школе город инструкторов горно-пешеходного туризма и так далее и вот в соревнованиях участвовал по спортивному ориентированию ночному там бегали мы по ночам и к чему рассказываю что вот в этой вот блеклый как там говорят природе есть свое очарование да вот как у пушкина да унылая пора а чей очарование пойти человек энергетически связан с местом своего рождения энергетически вы не можете это изменить в эти нам и наш дизайн такой что мы связаны с местом рождения поэтому я честно говоря даже не знаю например место как где бы мне хотелось больше там провести отпуск или там погулять и так далее чем например подмосковье если бы если бы не вот я извиняюсь люди которые там живут и которые вот так делают что не хочется туда приезжать и и не хочется там находиться и иметь дело со всей этой системой которая как бы является порождением вот этого общества а а так с точки зрения вот кустиков там речек и так далее я бы я бы о другом и не мечтал никогда честно то есть вот для меня средняя полоса это просто как бы высшая мера так сказать удовольствие чтобы там находиться это не значит что я не могу получить удовольствие там допустим от такого пейзажа тип там южного берега крыма или там мексики или канады или там аляски ради бога я я с удовольствием путешествую и наслаждаясь тем что я вижу но опять по дизайну по порождению по энергетике места ну что вы я бы я бы так я бы даже и не стал блек лам называть она не прокладом по-своему она наша мы же там мы же там родились мы там вырастили выросли я не знаю я никогда не был например там в калмыцких степях я не знаю как бы я воспринял но вот например я был в пустыне аризонской и и в невадской и у меня не невероятные вибрация там вот вот на такие места я просто мне надо мне надо кажется там родился и там и выросли что это как то такое очень мое и хочется там на лошадь скачать там мы это поскакать но но это так умозрительно я я никогда там не жил так мы проездом и до лошади не скакал и там такого но как то вот есть какая то дать вот вот вибрация какая то есть клик как на горе вот но что я хочу сказать это просто сиюминутная честно вот если есть такое ощущение что вот там пальмы и лазурные берега а вот тут допустим снег лежит снег это так классно вообще я не знаю я когда жил в москве вы понимаете что это большой город и что например даже зима она не безумно удобно для жизни потому что зима это когда тает снег особенно когда ты вот там тебя припорошила ты еще в метро зашел в метро мокро внутри когда заходишь на станцию метро там такое месиво жидкая и так далее то есть как бы в большом городе зима неудобно но например я помню что мы последние годы ездили частенько значит там не на юге а на юго-востоке москву туда в ту сторону за троицком там была деревня поселок как как назвать михайловская это место называлось и там была дом отдых что ли снаторий база и черт узнать в общем поскольку я работал в системе профтех образования то вот там какое-то было вот учреждение системы профтех образования и там зимой как раз вот можно было поехать там на недельку и вот мы ехали с ребенком и там лыжи и все дела такой красоты вот когда мы шли на лыжах по подмосковному лесу хвойному и лапы такие еловые снегом покрыты ты едешь на лыжах и и снежок так иной раз так раз то ли ветерком то ли чем там его и он вдруг так осыпается и опять я с тех пор не был в таком лесу я не было в всем нет ну конечно на тут в горах бывает да там тоже елки и тоже снежок очень похожая местность но горная так вот ну практически не был может там пару-тройку раз я я хочу сказать что я в жизни красоты больше не видел никогда и это не потому что другие места не такие красивые но потому что вот это наши вибрации это наши частоты вот это это место наше месторождение и это наша связь от которой вы не уйти никак и собственно и дети наши которые там родились они тоже от этого могут не могут уйти да даже если они и по-русски то не говорят выбрать а все равно это твое это это там сидит тебя и так далее поэтому я бы как бы советовал более бережно что ли относиться вот и как бы не отрицать себя самого внутри себя самого вот я бы я бы так сказал когда надо к себе бережно относиться вот не только к природе которая там вокруг нас но но к себе потому что эта часть нас вот эта природа это часть нас и мы такие как мы потому что мы родились и там была вот эта природа и даже если она нам не нравится все равно она в нас вот так же как мама с папой у вас может быть какой-то конфликт с родителями но все равно вы как бы продукт так сказать их совместная деятельность поэтому я я может от того что я далеко знать как я вижу просто снег допустим меня не волнует что когда снег растает там окажется что собаки гуляли всю зиму и теперь она все наверху поэтому я я конечно вспоминаю вот красивый снег пушистые там еловые лапы и так далее это может быть у меня более такие розовые воспоминания я не знаю но во всяком случае так так и такие соображения счастливо